В Махачкале стосят незаконные объекты. Так, накануне по проспекту Гамидова, 15, демонтировали капитальное строение. О небезопасной конструкции в мэрию столицы сообщили неравнодушные граждане. По словам жильцов соседних домов, их дети неоднократно получали травмы на объекте. Кроме того, это было излюбленным местом для так называемых закладчиков наркотических веществ. Во-первых, закидывали постоянно мусоры со всех домов, мне кажется. Мусоры были огромными пакетами. Потом мы даже сами когда заглядывали, мы сами вычищали. Вот ребята все вот забирались, вычищали, вызывали машину, грузили. И когда вычищали тоже, мы там очень много шприцов находили. Очень много минусов, я могу сказать, с этим строением, которое у нас возникало. Очень много минусов. И наконец-то вот после многочисленных обращений в администрацию города Махачкалы, нас услышали, мечтали о том, что когда уберут это строение, здесь хорошую детскую площадку поставят. Это будет не только для наших детей. У нас много молодых семей, у которых маленькие дети. Это будет не только для нас, но и для тех домов. Для тех домов, которые могут привезти своих детей. По данному обращению администрация Махачкалы организовала специальную комиссию. Специалисты выяснили, что данное строение было возведено незаконно более 10 лет назад. Решением комиссии по рассмотрению вопросов об организации сноса незаконных строений или приведения их в соответствии с установленными требованиями, было принято решение о демонтаже данного строения. Администрация, в свою очередь, выждала сроки. Это 4 месяца. Было вручено уведомление, но так как правоустановленных документов собственник не представил, сегодня, 5 августа, мы организовали демонтаж данного строения. Кроме того, по проспекту Гамидова демонтированы и гаражи. Объекты препятствовали проведению ремонтных работ в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды.